Эти люди виртуозно владеют бензопилами, их называют настоящими профессионалами своего дела. Сегодня в Чухоломском районе прошел областной конкурс «Лесоруб-2013». Традиционно его организуют в канун профессионального праздника работников лесной отрасли. Он отмечается в третье воскресенье сентября. В этом году продемонстрировать свое мастерство и побороться за призы состязаний приехали 15 вальщиков из разных районов области. За захватывающим зрелищем наблюдал наш корреспондент Алексей Громов. Чуть свет, а они уже на ногах. Конкурс стартует в 8 утра. Вальщики леса со всей области собираются вблизи деревни Андрины Чухоломского района. Здесь проходит первый, пожалуй, самый зрелищный этап соревнований. 15 участников, 15 деревьев. Кому какое спиливать, решает жеребьевка. Товарский пятый. Перицов девятый. Перицов девятый? Порядок определен. Лесорубам дается несколько минут на то, чтобы осмотреть доставшуюся ель. Участники сохраняют спокойствие. Говорят, и не такие деревья приходилось валить. Не первый год я уже в пятый раз приезжаю. Надеюсь, все получится. И вот на старт выходит первый участник. Состязание открывает вальщик Костромского филиала предприятия «Кострома-Хозлес» Евгений Пахмутов. Чуть больше минуты и ель с треском падает на землю. На троечку. Четыре, может, максимум. И чего? Ну, не попал совсем в центр. Куда нужно было попасть. Если на спил дерево уходит максимум две минуты, то на оценку работы вальщика куда больше времени. Срез, глубина подпила, высота пня. Учитывается все. Но главное – ель должна упасть в строго заданном направлении. Попасть в средний красный кол считается высшим пилотажем. Участнику из Антропова, Александру Чистякову, с этим повезло. Отклонение всего 16 сантиметров. Работать с максимальной точностью каждому из конкурсантов приходится ежедневно. Это же направлено на валк называться. Если свалю неправильно, трактористу хуже. Это время. А в итоге кубатура. И результат конечный. Работа вальщика сродни ювелирной, отмечают участники и судьи. Даже несмотря на порывистый ветер, большинство конкурсантов с этим этапом состязаний справились на отлично. Вальщик не должен… он должен быть собран. Как и на валке, собственно говоря. Чтобы не упустить никакой мелочи. От этого зависит и выработка, и самое главное, от этого зависит жизнь и здоровье вальщика. Вальщики валят как бы в любую погоду. Естественно, есть по ветру, в частности, есть запреты. Не в каждую погоду можно валить. Сегодня ветер позволяет. То есть не критично. На втором этапе виск пил раздается уже в чухлами. На городском стадионе. Здесь лесорубы выполняют еще несколько заданий. Орудуя бензоинструментом, словно бритвой, в считанные секунды освобождают стволы от псевдо-сучков. И, собрав пилу, режут деревянные блины. Участников лесоруба 2013 на стадионе приветствовал губернатор. Сергей Ситников пожелал конкурсантам честной борьбы, а в работе стабильности. И, взяв в руки бензоинструмент, отпилил от бревна символичный блин соревнований. Увеличивать объемы заготовки и заниматься углубленной переработкой древесины. Такие задачи ставят перед представителями отрасли областные власти. Чухломское предприятие «Домстрой» 7 лет назад начинало с расчетной лесосеки в 10 тысяч кубометров. Сегодня ежегодный объем достигает 70 тысяч. Причем лес не отправляется за пределы района в необработанном виде. Здесь наладили полный цикл. От заготовки древесины до возведения домов под ключ. Заказчику предлагают несколько вариантов обработки бревен. Станочная цилиндровка либо ручная рубка. Также собирают строение из бруса. Дома, бани, малые архитектурные формы и срубы по индивидуальным размерам. Здесь из древесины, заготовленной в местных лесах, выполнят любой проект. Есть свое дизайнерское бюро, свои архитекторы, которые индивидуально работают с заказчиками, предлагают свои предложения, обсуждают с заказчиками и строят приятный дом, в котором люди потом живут и радуются. Полностью осуществляем отвалки леса до вручения ключа заказчику. Баллы посчитаны, итоги подведены. Победителем конкурса «Лесоруб-2013» стал вальщик из Антропова Александр Чистяков. Всего 10 баллов на этапах соревнований ему уступил житель Судиславля Анатолий Белокуров. Третье место у Александра Торопова из Калагрива. Тройки лучших от организаторов вручили новые бензопилы. Лес начинается с того, что он растет. Мы его рубим, но мы его и восстанавливаем. И поэтому в лесной отрасли на сегодня работают более 13 тысяч человек. Кроме этого, есть огромная когорта ветеранов, которые когда-то работали в лесопилучном производстве, в лесном хозяйстве. Поэтому в преддверии нашего профессионального праздника всем хотелось бы пожелать здоровья, добра, успехов. Ну и беречь лес – наше основное богатство. Алексей Громов, Евгений Барашков, телекомпания «Русь» из Чухломского района.